Приветствую, друзья! Приветствую! Вот посмотрите, какой текст. Мне Владимир Серебряков прислал наш школьный учитель, с которым мы часто довольно-таки выходим в эфир и делаем ликбезы такие. Он прислал текст, он написал, «Хосе Магаевич, я такую вещь понял и отнесу поначалу к вашей книжке как школьный учитель. То есть я представил себе её как школьный учебник и попытался её также читать. А в школе обучение, скажем, математики ведётся по шагам. Пока не освоишь одни действия, к другим якобы нежелательно переходить. Кстати говоря, по аутотренингу тоже Шульц писал, «Пока не освоен предыдущий этап, нельзя переходить к следующему». Но это в 30-е годы было. Так постепенно идёт освоение алгоритмов. И даст Бог, ученик когда-нибудь дойдёт до понимания принципов. То есть порядок освоения математики в школе такой, освоение действия, освоение алгоритмов, переход к принципам. И поэтому я вначале думал, что при чтении книжки не стоит переходить к следующей главе, пока не поймёшь и не освоишь то, что написано в предыдущей главе. А так к ключу нельзя относиться. Тут сначала важно понять принципы, скажем, принцип подбора путём перебора. И только тогда легко и свободно можно осваивать алгоритмы действий, подбирая свой ключевой, не переживая о том, что другие алгоритмы не подействуют. Как-то свободнее внутри становится от того, что не надо пытаться заучивать порядок выполнения упражнений. Я ответил, да, это демократичный метод подбора по своему размеру. Да. Индивидуальный, то есть. Только путём многочисленной практики, Владимир написал, постоянного осмысления своих ощущений, чтения вашей книги и пересмотра ваших объяснений начинает приходить понимание принципов синхрогимнастики и того, что до этого я не очень-то понимал. За каждым вашим словом есть большой смысл, который раскрывается только раза с десятого. Например, пять раз прослушал его объяснение видеоролика «Звезда саморегуляции». Ну, это старый видеоролик, много лет. Я понял, что упражнение виз делал до этого не очень правильно. Так важно было при прогибе назад мысленно и физически освободить шейный отдел. А до этого я просто вращал головой и разминал шею. Сколько раз до этого делал, столько раз до этого слушал и понял ваши слова только сегодня. И так по каждому упражнению. Не сразу детали доходят. Так что вам, очевидно, для новичков мимо ушей пролетает. Виз старое объяснение я написал. Тогда не было сегодняшних слов. Владимир пишет «Как же тогда мне быть? Лучше прочитать объяснение в новой книге?» Я написал, с каждым годом объяснения оттачиваются. Да, вот в этом же суть, чтобы доступнее было. Это вот именно прорабатывается, осмысляется, находятся слова, вербализуется. Да, чтобы доступно было. А, понятно, написал Владимир. Я думал, что с каждым годом просто что-то новое добавляется к старому. А потом сначала надо... И поэтому сначала надо старое освоить, а тут иначе. Да. И, конечно, новое добавляется и старое уточняется. Понял, спасибо. Да, вот видите, как хорошо. А тут еще такой же интеллектуальный разговор с Романом Газенко. Я ему написал текст после прошлого вебинара. И спросил, правильно ли я понимаю. И жду ответа. Вот какой я написал текст. Сейчас я вам прочитаю. Вот смотри. Вербализация участков жизни и выстраивание их по логике цели, то есть причинно-следственных связей, ведущих к ней. При этом можно вмешиваться в этот процесс создания обратной связи с людьми на уровне логики, то есть языка, с охватом психофизиологической целостности. Назначение метода ключ состоит в оказании психологической антистрессовой самопомощи и помощи для выживания и развития. Это производится сначала с помощью приемов упражнений, а затем уже с помощью выработанных навыков. Для этого используется ключевой стресс-тест, упражнения по трясти, СЛТ, болта, ВИС и другие. И главное помнить, что нужно подбирать для себя именно те приемы и упражнения, которые лично для вас просты и легки в исполнении, и никогда не делать никаких упражнений через силу или боль. Принцип подбора этих действий лежит в основе ключа, поэтому метод называется ключ. Да, подбери ключ себе, да. А сам процесс подбора этих приемов и упражнений снимает стресс, вот что главное, и развивает способность лучше управлять своим состоянием в условиях стресса. Ну вот так вот. Посмотрим, что ответит и Владимир, правильно ли я написал, и Роман, правильно ли я написал. Посмотрим. Это же очень важно, они же специалисты. Специалисты же, да. Так что до встречи, друзья. Продолжение следует...